На полях Восточного экономического форума заключены 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн рублей. Часть сделок прошла в закрытом формате, поэтому информация о точных суммах будет доступна позднее. Почти половина инвестиций связана с производством, 10% с транспортной сферой, а также с добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством, рыболовством и туризмом. При реализации этих проектов будет создано почти 70 новых тысяч рабочих мест. В планах властей Якутии продолжать работу по привлечению новых инвесторов, в том числе на уже имеющейся территории опережающего развития. Сегодня эта картина вырисовывается. Сегодня уже, как было объявлено, переходим на следующий этап. Это речь идет о реализации конкретных проектов, которые уже начинают давать определенные результаты. Если взять на примере Якутии, это речь идет о тех проектах, которые мы уже сегодня связываем с развитием территории опережающего развития. Это единственный такой проект, который был сформирован на базе малого и среднего бизнеса, ТОР Кангаласы, где уже мы начинаем прорабатывать следующие проекты, следующих резидентов, которые начинают уже втягиваться в этот ТОР. Или ТОР Южной Якутии, где наряду с основным предприятием Колмор, который поставляет уголь в Азиатско-Техокеанский регион и в другие регионы Российской Федерации, формируется ТОР уже с участием других предприятий, и которые тоже определили свое участие в будущем. То есть, это речь идет именно на пример ТОР, о том, что мы уже знаем, как уже сегодня фактически состоялось и как мы будем дальше развиваться. Кроме того, участие иностранного капитала, в частности, в том же ТОРе Кангаласы, Японии, уже сегодня премьер-министр даже Японии Синзяеба озвучил, что в Якутске выращиваются помидоры. Это факт, который уже совершился. Вот поэтому второй этап речь ведется именно о расширении, о фактической реализации тех намерений, которые мы определяли в первом этапе.